Сейчас перейдем в раздел о том, что говорят о нем те ученые, которые жили в его время. Это один из важных разделов. Почему? Потому что, во-первых, для того, чтобы понять, то есть те люди, которые в его время жили, что говорят о том ученому, которое было в их время. Обычно, например, сегодняшний день можно увидеть, когда один ученый про другого ученого плохо говорит, тот ему потом отвечает, тот ему дальше отвечает. А то есть, что говорят те ученые, которые были в его время. Сам человек себя хвалить не будет. Ученый сам себя не хвалит. Аллах в Коране говорит, «Сами себя не хвалите». Аллах лучше знает, кто из вас более набожен, кто из вас более богобоязнен. Однако, когда ты хочешь узнать о каком-то человеке, в наши дни, например, ты к кому идешь? К доверенному лицу. К такому человеку, которому ты доверяешь. И ты хочешь у него спросить, что он говорит о том-то, том-то, для того, чтобы, например, с ним вступить в какое-то дело. И ты берешь это как за основу. И вот здесь вот те ученые, которые были в его время, очень много сказано. Мы основные такие выписали яркие высказывания. Имам Шафия сказал. Имам Малика ибн Анаса спросили. Это уже второй мадхаб. То есть после Абу Ханифи был маликийский мадхаб, основатель маликийского мадхаба. И вот тоже про него потом узнаем, какой он великий ученый был. Вообще, когда читаешь про сподвижников, как будто перед тобой какой-то сад. Один дает плод яблоко, другой дает плод винограда, третий дает финик, четвертый лимон. То есть каждый чем-то отличался. У каждого какая-то своя изюминка была. И вот имам Малика спросил им. Видел ли ты Абу Ханифу? Встречался ли ты с Абу Ханифой? Видел его диспуты? Как он вел диспуты? Он сказал да. И дальше посмотрите, как красноречиво имам Малик ответил. Здесь он использовал метафору. Он сказал . Он говорит, да, я видел его диспуты. Если ты, говорит, я увидел такого человека, про Абу Ханифу говорит, если ты посмотришь на этот столб, столб мечети, он из камня. Абу Ханифа сказал бы, нет, он из золота и доказал бы это. То есть он имеет в виду, то есть какой он был, и как он был силен именно в доказательствах. Как он именно знал хорошо Кур'ан, Сунну и как мог вести диспуты. Один из примеров, такая интересная история. Абу Ханифа увидел, как один человек украл яблоко. И тогда он ему хотел сделать некое напоминание, наставление. Побойся Аллаха. Почему ты воруешь? Смотрите, этот человек, который украл яблоко, сделал свою такую аналогию, свое мнение. Он говорит, Аллах в Коране сказал. Тот, кто сделал одно благое дело, ему десять наград. То есть за одно дело десять наград. А тот, кто сделал плохое дело, грех, он только получает один грех. Я, говорит, украл яблоко, чтобы дать садака. Если я сейчас украл яблоко, чтобы дать садака, один грех я беру, но за добро, за садака я беру десять. Значит, я десять минус один, девять наград беру. Здесь Абу Ханифа, опять же, такое. И это, как раз, можно на сегодняшний день провести параллель. Есть такие люди, которые нехаляльным образом зарабатывают на жизнь. Воруют, обманывают. И потом, а, я барашку зарежу, Аллах меня простит. Я дам садака, Аллах меня простит. Абу Ханиф ему говорит, то, что ты украл, тебе один грех. А садака, ла тукбаль минг. Садака у тебя не принимается. Потом сказал хадис, ле анна Аллаха тайеб, ва ла якбалю илля тайеба. Потому что Аллах прекрасен и принимает только все прекрасное, только все халяльное. Также в его время были многие сектанты, с которым проводил диспуты Абу Ханиф. Одни из таких были хавариджи. Были хавариджи. Это те, которые говорят, если человек совершил грех, большой грех и не покаялся, но, однако, он мусульманин, говорит, ла илля ахляллах Мухаммад и Расуллах, то он вечно в аду. Это мнение противоречит Курану и Сунне. Абу Ханиф с такими людьми проводил диспуты. И вот вдруг к мечеть принесли двух покойников. Два джаназа. Женщину и мужчину. Женщина умерла от того, что она делала зина, она делала прелюбодействие, перед смертью не покаялась, умерла. Другой мужчина выпивал алкоголь, спиртные напитки, не покаялся и умер. И вдруг, вот эти люди из этой секты хавариджи подняли мечи над головой Абу Ханифы и сказали ему, что ты скажешь о них. То есть они хотели выдернуть из него это слово, чтобы он сказал, они неверующие, они кафиры. Однако они говорили, ла илля ахляллах Мухаммада Расуллах. Если бы Абу Ханиф не сказал, что они неверующие, они бы ему голову отрубили. Если бы сказал бы он, что они неверующие, тогда бы он принял их мнение и отказался бы от того, на чем он стоял. Однако смотрите, как Абу Ханиф, говорит, они кто вообще? Как понять кто? Они кто? Иудеи, христиане, маджусь, язычники, идолопоклонники, огнепоклонники. Он говорит, нет, они сказали, они мусульмане. И он сказал, вы вынесли хукм. То есть вы сказали, что они мусульмане, а не я. После этого начали дальше. Хорошо, скажи, где они, в аду или в раю? То есть хотят более такое глубокое. И он им ответил, я скажу. Он говорит, я скажу словом тех людей, которые были лучше меня по отношению тех, кто были хуже, чем они, чем эти двое мертвых. И он привел слова Ибрахима в Коране, где Аллах приводит, где Ибрахим сказал, если кто из них во времена Ибрахима, язычники, они пойдут за мной, то они относятся ко мне. Если они ослушались, то Аллах, ты судья, ты прощающий, милосердный. То есть никто не решает за Аллаха, где будет человек, в аду или в раю, то суд в твоих руках. И также привел слова Иса, . Иса, по отношению к своему народу, сказал, о Аллах, если ты их накажешь, то ведь они твои рабы. То есть ты распоряжаешься ими. Они твои рабы, а не мои. Но если ты простишь их, то ты мудрый и ты почетный и мудрый. То есть власть в твоих руках. Тогда эти двое сделали тэуба и, как бы, аль-хамду-ля, правильный взяли. То есть пошли по пути Абу Ханифа . Также во время Абу Ханифа были такие люди, которые были атеисты, которые говорили, то, что мы видим, существует, то, что мы не видим, его нету, не существует. Не верили в Аллаха , не веровали в посланника. Абу Ханифа назначил с ними время для диспута около правителя, рядом с замком правителя. Назначил определенное время. И он специально опоздал на встречу. И когда он пришел попозже, то есть они уже там собрались, он пришел, почему-то опоздал. Абу Ханифа использовал, опять же, свой разум, то есть такую мудрость. Он говорит, я когда шел, было озеро. И я не смог перейти, он не смог переплыть. И вдруг я вижу, как дерево упало, потом появился топор. Потом начал этот топор рубить дерево на достичке. Потом начал собираться, само по себе кораблик. И потом, когда это все собралось, я сел и доехал. И поэтому я задержался, пока собирался этот кораблик. Тогда они сказали, ты вообще в здравом уме, нет? Как само по себе кораблик собрался? Откуда топор появился? Он говорит, а вы в здравом уме? Как появились небеса, облака? День меняется на ночь, ночь меняется на день. То есть все это управляется кем-то. То есть вот такой был он, Абу Ханифа, такой был мудрый и такой был сильный в доводах. Также имам Шафия сказал, Тот, кто хочет познать хадисы, то пусть берет от Малика, от имама Малика. Тот, кто хочет научиться диспутам, как вести диспуты, диалоги, то тогда пусть берет знания у Абу Ханифы. Тот, кто хочет углубиться в знаниях Тафсира, то пусть берет знания у Мукатиля бин Сулеймана. И также имам Шафия сказал, вот эти известные слова. Тот, кто хочет углубиться в знаниях фикха, мусульманского права. То есть посмотрите, он не сказал, кто хочет изучить, познать. Тот, кто хочет углубиться, это указывает на глубокие знания Абу Ханифы в этой области. То пусть берет, вернется к Абу Ханифе. Поистине, Абу Ханифе из тех, которым Всевышний Аллах открыл успех в этой области знания. Имам Ахмад бин Хамбаль очень сильно, когда, помните историю имама Ахмада, когда его били плеткой, когда его посадили. Он часто в эти секунды вспоминал Абу Ханифу. Он сказал, Пусть на него будет милость Аллаха и довольствие Всевышнего Аллаха. И также имам Ахмад, у него была вот эта вот, очень сильно он переживал за ту ситуацию, когда люди начали говорить, что Кур'ан это создание, а не речь Аллаха. И тут же он привел слова, То есть, он говорит, Абу Ханифе так же, говорит, не говорил, что Кур'ан это есть создание. То есть, имам Ахмад очень сильно переживал. Очень много плакал, когда его пытали. Имам Ахмад испоминал в эти секунды имама Абу Ханифа. Кали Абдулла бин Мубарак. Абдулла бин Мубарак, тоже великий ученый, сказал, Я видел людей, которые много поклоняются Аллаху. Видел людей, которые очень богобоязненные, то есть, самые богобоязненные. И видел людей, которые более знающие, у которых есть обладатели больших знаний. И видел людей, которые более понимающие в религии Аллаха. Тот, кто больше поклонялся Аллаху, это Абдулла зизь бин Аби Рават. И у нас более богобоязненные из людей, которых я встречал, это Фудзайл бин Айят. И у нас более знающие, это Суфьян Бин Саври. И у нас более понимающие в религии Аллаха. Это Абу Ханифа, сказал Абдулла бин Мубарак. Ученик его, Абу Ханифа, ученик Абу Ханифа, сказал, Люди говорили, Абу Ханифа – это украшение Всевышнего Аллаха в области знаний и в области мусульманского права. Украшение Аллаха в области великодушия и в щедрости. То есть четыре качества знания, понимание в религии, великодушие и щедрость. То есть здесь поражаемся иногда, когда человек, например, бывают такие случаи, когда задают какой-то вопрос, и говоришь, например, Абу Ханифа, так сказал, имам Шафи, а так мнение Малико такое-то. Брат, оставь Абу Ханифа, Шафи. Как по Сунне? Они все четыре мадхабы были на Сунне пророка Мухаммада. Или бывает, например, когда говорит Абу Ханифа, это вот так махает, как будто Суфа Фурла такой великий. Мы сейчас посмотрим, какой он великий ученый, как будто он никто для него. Он даже не познал, не познакомился с его сирой, не познакомился с его жизнью. Как у одной женщины спросили в одно время, когда ее привели на суд, и хаким, судья, сказал, мне как судить? Меня тебя судить по Сунне пророка? Или потому, что сказал имам Малик? На что она ответила? Он говорит, судите меня словом Малик, потому что имам Малик лучше знает, чем тебя. Лучше знает, чем ты Сунну пророка Мухаммада саллаху алейсалям и то, что сказал Аллах в Куране. И также Абу Юсиф сказал, что у имама Абу Ханифи ахляк, вот этот нрав, был Куран. Ахлякуль Куран латиканатфи. То есть он не просто брал знания, заучивал, он также использовал эти знания при своей жизни. Его все вот эти нравственные качества были взяты из Курана. из Курана. Поэтому, когда спросили жену пророка Мухаммада саллаху алейсалям, Аиша, когда Аллах сказал в Куране касательно пророка Мухаммада саллаху алейсалям, «О, Мухаммад, ты на великем нраве?» Спросили Аиша, «Какой же был нрав посланник Аллаха саллаху алейсалям?» Она сказала, его ахляк, его гылк, его нравственность был Аль-Куран. Поэтому, уважаемые братья, сейчас тоже месяц Курана. Месяц Рамадана – это тот месяц, когда был ниспослан Куран. Поэтому больше мы должны читать в этот месяц Куран. Не только читать, но мы должны брать оттуда для себя качества, вот эти нравственные качества, использовать в жизни. Вчера подошел брат и сказал, «Я не умею читать Куран по-арабски. Могу ли я читать в переводе?» Некоторые люди говорят, «В переводе нельзя читать». Я сказал, «Нужно читать в переводе. Читайте, если вы не понимаете, если вы не умеете». Основное в Куране что такое? Размышлять над ним. На сегодняшний день Куран стал конкурсом, у кого красивее голос, у кого круче, лучше таджвит. Не это суть Курана. Аллах в Куране говорит, «Не размышляют люди над Кураном или на их сердцах замки?» Когда иногда бывает такое, что человек хочет выделиться из джамаат и говорит, «Я хафидал Куран, я весь Куран наизусть знаю, можно я перед людьми почитаю его?» Тут задается вопрос, «Уважаемый брат, для чего ты выучил Куран?» Для того, чтобы показать, что ты хафид. Тогда прочитай хадис пророка Мухаммада, который приводит имам Бухари в разделе искренности. Первый, кого Аллах выкинет в ад, это хафидал Куран из трех людей, который выучил весь Куран наизусть. И когда ему скажут, «Для чего ты выучил?» Он скажет, «Я выучил ради тебя, Аллах». Тогда скажет, «Аллах казибт». Тогда Аллах скажет, «Ты обманываешь». И ангелы скажут, «Ты обманываешь». «Ты его выучил для того, чтобы люди говорили о тебе. Он чтец. Какой у него красивый голос. Как он красиво читает». Поэтому, когда мы читаем Куран, если мы не понимаем арабский язык в переводе, мы должны задумываться, размышлять над Кураном и стараться применять его в жизни. Основное это. Для этого Аллах не спасал нам Куран, чтобы мы жили по нему. «Великий ученый Яхья бин Саид Аль-Каттан сказал, «Инна Аба Ханифа в Аллахе лаа а'ламу хазихи лаумма бима джаа ани Аллахи ва Расуле». Поистине, Абу Ханифа, он более самый знающий в этой общине в области того, что не спасал Аллах и с чем пришел посланник Аллаха. То есть, Абу Ханифа на этой земле, в этом время говорил имам Яхья бин Саид Аль-Каттан, он более знающий в области Куран и Сунни. «Ва каал Исхак бин Абби Исраил, «Зукер кауму, зукер кауму Абу Ханифа عند Ибн Аййяна, имам Исхак бин Абби Исраил говорит, что во время урока Ибн Аййяна кто-то плохо что-то сказал про Абу Ханиф, даже не плохо, а накаса, то есть до конца не сказал то, что есть в Абу Ханифе, то есть уменьшил его дорожат». И тогда вот этот вот великий имам Ибн Аййяна сказал, «Остановись, поистине Абу Ханифа он был, он очень много молился, дополнительных намазов, он очень был надежным человеком и у него был великий нрав». Абдуллах бин Мубарак сказал, «Лау ла анна Аллаха Аззава Джалла ааанани би Аби Ханифа ва Суфьян кунту ка саирин нас». Абдуллах бин Мубарак сказал, то есть великий ученый, если бы Аллах не дал бы мне в поддержку, в помощь Абу Ханифу и Суфьяна, то я был бы как остальные люди». Абдуллах бин Мубарак, он отдельный мазхаб, отдельный великий ученый. Теперь перейдем в раздел богобоязненности, то есть какой был богобоязненный и как поклонялся Аллаху имам Абу Ханифа. Сейчас тоже месяц, тот месяц, когда люди больше поклоняются Аллаху, постятся, читают тарабих намазы. То есть во время своей жизни, каким был таким богобоязненный имам Абу Ханифа. Опять же, когда мы говорим про ученого, и когда смотрим, то есть разные ученые бывают, когда видишь его поклонение перед Всевышним Аллахом, еще больше начинаешь его любить, потому что он любит Аллаха, субханам ва-та-Аля. Он сказал, что я зашел ночью в мечеть и увидел, мужчина читает намаз, молится. И я начал слушать, как он читает Кур'ан во время намаза. Начал, прочитал одну седьмую часть Кур'ана, я подумал, сейчас, наверное, он сделает поясной поклон, закончит ракаат. Потом прочитал одну треть Кур'ана, потом половину. И говорит, я посмотрел, он прочитал одну седьмую часть Кур'ана, одну третью половину. Думаю, сейчас сделает уже поясной поклон. Потом он весь Кур'ан закончил в одном ракаате. Я посмотрел, это был Абу Ханифа, то есть один весь Кур'ан в одном ракаате ночью читал Абу Ханифа, рахмаллах. И сказал, Яхья бин Наср, я думаю, я в месяц Рамадан прочитал 60 раз Кур'ан, за один месяц. То есть в день по два раза заканчивал Кур'ан. И сказал, Абдуллах бин Мубарак, имам Абдуллах бин Мубарак сказал, когда я прибыл в город Куфа, то я спросил, кто здесь самый богобоязненный? И мне сказали, имам Абу Ханифа, рахмаллах. И сказал, Язид бин Харун, Язид бин Харун сказал, Катепту ан альф шейх, хамилту анхуму льим, ма раэйту в Аллахи фи хим ашадда вараан мин аби Ханифа вала ахфадал лисаних. Имам Язид бин Харун сказал, Я писал, то есть, от тысячи шейхов. То есть, он здесь хочет показать, что как бы у многих шейхов я брал знания. Их было тысячи-тысячи шейхов. Однако, из них я не видел более богобоязненного и более того, который мог беречь свой язык, то есть, просто так не разговаривал, не раскидывался, не разбрасывался словами, не видел более такого, чем Абу Ханиф. Их ябин Исхак Самарканди ан-ил-кады Абу Юсуф قال, имам Исхак Самарканди передает от кады Абу Юсуф от ученика Абу Ханифа, он сказал, Кан Абу Ханифа яхтамал Кур'ан кулла лейла фи рака'а. Абу Ханифа каждую ночь в одном рака'а заканчивал Кур'ан. То есть, он читал Кур'ан в каждом рака'а, полностью, от начала до конца. Тридцать, Джузеф. Приводится от Яхья бина Абдул-Хамида, от его отца, он переводит То, что его отец, вот этого Яхья бина Абдул-Хамида, был другом, то есть, постоянно был с Абу Ханифой на протяжении шести месяцев. И тогда он сказал на протяжении шести месяцев То есть, он сказал, удивительно. Он говорит, Я с Абу Ханифой шесть месяцев провел вместе. И я не видел, чтобы он обновлял омовение на обеденный намаз после ночного намаза предыдущего дня. То есть, Айша намаз читал, ночную молитву брал омовение, и с этим омовением до обеденного намаза он выдерживал. Это на что указывает? То, что он всю ночь выставил в намазах. Всю ночь читал Тахаджуд намаза. После утра намаза читал Духа намаз, сделал Эдхкар, то есть, до обеденного намаза. И каждую ночь, говорит, он в каждом ракате заканчивал Кур'ан, читал Кур'ан полностью. Абу Ханифа, он очень был справедливым человеком и он был из тех, кто мог контролировать свои эмоции. Он не раскидывался словами. Часто говорил, если мы стали причиной того, то есть, если кому-то мы кого-то чем-то обидели, то ты знаешь, что наши сердца открыты для него. Также, его часто на него наговорили, что он кафир, на него тоже говорили, что он не на правильном пути. Однако, он всем отвечал следующими словами. Пусть Аллах тебя простит. То есть, это были как бы коронные слова имама Абу Ханифы. Он никого также не отвечал на злом зло, на зло злом не отвечал. Он что говорил? Аллах тебя простит. Харун Рашей, правитель, сказал про Абу Ханифы, то, что его нравственность была нравственность праведников, праведных людей. Почему? Потому что он спросил уже его ученика, Абу Юсуфа, после смерти Абу Ханифы, расскажи мне про Абу Ханифу. Какой он был? Тогда Абу Юсуф сказал его ученик, то, что он очень сильно переживал за то, чтобы не попасть в Харам. То есть, отдалялся от запретного. Очень строго за этим следил, чтобы не попасть в запретное. Он часто молчал, то есть, мало говорил. Много размышлял. Если его спросили, задали ему вопрос касательно религии, и у него есть знание, то он отвечал. То есть, если знания не было, он не отвечал. Если знание было, тогда он отвечал. Не как сейчас. Человек знает, не знает, раскидывается фетвами. То есть, он занимался собой. То есть, он собой занимался, людей не обсуждал, а про всех говорил только хорошо. Такой был хулик, такой был нрав имама Абу Ханифа. А его хулик, что был? Аль-Куран. Теперь давайте перейдем в его искренность и его скромность. Каким он был скромным, несмотря на его величие перед Всевышним Аллахом. И какой он был искренний в своих знаниях, в своих действиях. Часто он говорил, то, что мы говорим, какое-то выносим решение в области шариата, это наше мнение. И это самое лучшее, что мы могли найти. То есть, после того, как он изучал какой-то вопрос, рассмотрел там дали или доказательства, и выносил какое-то решение. Говорит, это наше мнение, это самое лучшее, что я нашел. Говорит, а если кто-то нашел более лучше, более достоверенное мнение, то он более правдив, чем я. То есть, опять же, он не говорил, что вот я прав, а вы не правы. Нет. Он что, отсюда познается его неяд, это что был? Ред Аллах. Это его неяд было, это удовольствие Всевышнего Аллаха. Ему сказали, Абу Ханифе, то есть, люди, ученики, которые вокруг него, Я, Аба Ханифа, хааза ладзи туфти бихи, хуа л хакку ладзи ла шакка фи. О, Абу Ханифа, вот эта фетва, которую ты сдаешь, это истина, и в чем нету сомнений. То есть, как бы, ты великий ученый, это истины, в этом сомнений нет. Однако, человек, бывает, что и ошибается. Не ошибались пророки, посланники, которые брали вахья от Аллаха. Абу Ханиф ответил, قال, ва Аллахи ла адри, ла аллаху лбатилю лави ла шакка фи. Он говорит, ва Аллахи, клянусь Аллахом, я не знаю, может быть, это не истина, может быть, это неправда, в котором нету сомнений. То есть, вот так вот он ответил, то есть, как бы, Аллах только лучше знает. Мы сделали члихат, я провел анализ, посмотрел, это наше мнение. А может быть, оно не действительно только Аллах, субхану Талля, знает. Сам он по себе был невысокого роста и не короткий, то есть, среднего роста. Был смуглый, у него цвет кожи был эсмирвадж, джамиля туллихия, у него была очень красивая борода, кафиру тааттур, и очень много он душился. По запаху можно было его узнавать. Теперь, на что опирался его мазхаб, имам Абу Ханифы. Имам Абу Ханифа сказал, я беру из книги Аллаха, то есть, я сужу по Курану, Если я не нашел доказательства в Куране, то я беру сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если я не нашел доказательства в Куране, в сунне, то я беру слова сахабов, сподвижников. Беру слова сахабов, кого пожелаю из них, мнение сподвижников, и оставляю мнение других сподвижников. И то есть, помимо их мнений, помимо мнений сподвижников, сахабов, я не беру другие мнения. Он говорит, если, говорит, останавливается, то есть, не нашли в Куране, в сунне, не нашли доказательства в словах сахабов, сподвижников, и тогда уже как бы подходит, приводится мнение вот этих вот ученых, как Ибрагим, Шааби, Ибн Сирин, Хасан, Ата, Саид бин Мусейб, и потом начал перечислять других ученых. Тогда он сказал, фариджалун, фа ковмун ичтагаду, то есть, это люди, которые потрудились, изучали, фаачтагиду, камачтагаду, и я тоже тружусь, так же, как они трудились. То есть, имеется в виду, что я беру из Курана, из сунны, из слов сподвижников, но если уже как бы мы не нашли в этом далиль, и уже возвращаемся к мнениям ученым, то они как бы старались, они изучали, то я тоже так же изучаю, подобно тому, как и эти ученые изучают. То есть, он брал из Курана, из сунны, так же он брал иджмаа, это единодушное, единогласное мнение мучтахидов, то есть, признанных ученых. Так же он использовал аналогию, то есть, когда одну вещь сравнивали на другую. Например, человек в сегодняшний день, это опять же основывается на Куране, на сунны, на сегодняшний день человек может прийти и сказать, я могу пить шампанское, потому что в Куране Аллах не сказал, что шампанское, харам, сказал вино. Нет, все, что одурманивает, это харам. И здесь проводится именно вот эта аналогия вот этого шампанское на вино. И так же он брал аль-истихсан. Аль-истихсан, это предпочтение в сторону удобства и легкости. Например, следуя данному принципу, некоторые виды тканей сложного шитья разрешаются очищать сухим способом, там, выбиванием, чисткой, проветриванием, хотя канонические тексты предписывают очищать одежду, стирая ее в воде и выжимая. То есть, но, однако, опираясь на вот это аль-истихсан, то можно, как бы, сушить свою одежду, а не стирать. Также оно строится на основе дарура, аль-истихсана опирается на основу необходимости. Например, запрещена пища мертвичины, кушать мертвичину. Но если человек не нашел другой пищи и умирает, где-то оказался в пустыне, то религия, шариат, ему разрешает взять кусочек, не чтобы наесть, а чтобы не умереть от голода. Или, например, на основе традиций, которые приняты. Например, сегодняшний день, например, ада, аль-урф, например, в обществе есть терминалы, которые ты, например, оплачиваешь мобильный счет. То есть, в основе, когда ты что-то оплачиваешь, должна быть рука в руки. Должен отдать и взять. Но, однако, здесь ученые, опираясь на это аль-истихсан, на предпочтение в сторону удобства и легкости, разрешают, дозволяют. Почему? Потому что это облегчает людям. И потом, за каждым терминалом стоит определенная компания. Если что-то не так, можно это обжаловать. И также, Абу Ханиф брал в качестве доказательства аль-урф и аль-ады. Именно те традиции, которые не противоречили шариату. Например, в каких-то, например, городах, когда человек женится, обычно, когда махар дается во время никаха. Но бывает такое, что до никаха дается, чтобы на этот махар, невеста купила себе одежду, украшения, то тогда человек должен следовать этим традициям, которые не противоречат Кур'ану и Сунне. Поэтому сказал Если мусульмане что-то видят благим, хорошим, то это перед Аллахом и есть хорошо. В книге имама Абу Ханиф он не писал много книг, потому что был занят очень фетвами. Однако написал некий напутствие своему ученику Абу Юсифу. Называется То есть здесь он написал напутствие наставление своему ученику Абу Юсифу. Также книга который написал имам Шихабуддин Ахмад Аль-Хейтами. Также известна книга, которую вы слышите Фикху Акбар, Китабу Аль-Муснад, Аль-Лубаб основные книги, которые в ханафийском мазхабе. И последнее, что хотел сказать, про его в его время тоже была смута. Такая же смута, которая была во время имама Ахмада бин Хамбаля. Если во время имама Ахмад бин Хамбаля была та смута, когда имам Ахмад сказал, что Кур'ан это речь Аллаха, правитель говорит, нет, люди говорили, что это творение, создание Аллаха, то во время имама Абу Ханифа были некие другие смуты, некие другие михан, фитин. Знаете, что имама Абу Ханифа он жил два периода правления. Амияцком во время Аббаситов. То есть он жил во время Амиядов и жил во время Аббаситов. Первая смута, которая с ним произошла во время Амиядов. То есть тогда два правителя были, имам Абу Ханифа поддержал одного из них и не поддержал другого. То есть имам Абу Ханифа он поддержал Зайда и не хотел работать у правителя Куфы Язида бин Умара. И тогда Язид бин Умар посадил его в тюрьму и там его били плеткой, били его кнутами за это. Однако помогли ему выйти из тюрьмы и он покинул Куфу и переселился в Мекку. Жил в Мекке какое-то время имам Абу Ханифа. Это было в 130 году по хиджре. Имам Абу Ханифа умер в 150 году в 130 году он переселился в Мекку. То есть в 50-летнем возрасте. И там проживал. Потом настал период аббаситского управления государства было. Аббаситов в это время он вернулся опять в Куфу во время правления халифа аббаситского правителя Абу Джаафр Мансур. И тогда началась с ним вторая смута. Абу Джаафр Мансур хотел, чтобы он работал у него кадыем, чтобы он у него работал судьей, шариатским судьей. Тогда он отказался, имам Абу Ханифа. Тогда он предложил стать верховным судьей, и он отказался. И когда он отказался, тогда он посадил его в тюрьму. Также говорится, что он его бил плеткой на протяжении десяти дней. В каждый день по десять ударов ему давали. И он проявлял терпение, не хотел брать на себя ответственности, быть судьей шариатским. И умер в тюрьме в сто пятьдесятом году по хиджре. Похоронили его на могиле Хайзаран в городе Багдад, в Багдаде, в столице Ирака. И рядом с его могилой построили мечеть в честь Абу Ханифы в триста семьдесят пятом году по хиджре. Также говорится, что через какое-то время Абу Джаффер Мансур когда проходил на кладбище спросил, где могила Абу Ханифы. Ему указали и он прочитал за него джаназа. То есть может быть он раскаялся за свои действия. Этот мадхаб, если брать на сегодняшний день одна треть мусульман мира применяет в практике именно вот эту школу ханафистского мадхаба. Это в Шаме, в таких странах, как Сирия, в Ираке, также в Турции, в Афганистане, в Индии, в Пакистане, в Шри-Ланке, на территории центральной России, то есть в Татарстане. Именно люди в практике больше как бы используют вот этот ханафистский мадхаб. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы мы взяли какую-то пользу для себя, вот эти качества, которые были в этих имамах, чтобы также и мы взяли для себя что-то из этого. Пускай Аллах с милостью над имамом, великим имамом Абу-Ханифа и ведет его в рай, простит ему его грехи. На следующий раз, иншаллах, начнем говорить про имама Малика, о котором сказал имам Шафи' «Изда зукера ла улема фа маликун нажм». Если упомянутся ученые, то имам Малик это звезда ученых. Ва салаллаху аля Небина Мухаммад и аля алихи и сахаби и сахаби и сахаби «Изда» Продолжение следует...